МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер на канале Перемной РБК новости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. Меня зовут Максим Самаров. В начале выпуска коротко о главном. Проявили разборчивость. Депутаты Краевого парламента проголосовали за инициативу губернатора разнонаправленно. Служить стало меньше, служить стало веселее. В Прикамье 1 октября стартует осенний призыв в армию. Привлекательные, но не очень. Место Перми в списке городов для трудоустройства во второй группе. Депутаты законодательного собрания на пленарном заседании избирательно подошли к инициативам губернатора края и краевого правительства. Часть законопроектов они поддержали, а часть отвергли. Более подробно в нашем следующем материале. Сегодня в повестке дня 43-го заседания законодательного собрания Пермского края депутаты рассмотрели два очень важных вопроса. Это отчет об исполнении бюджета за первое полугодие и изменение в бюджет на весь год в целом. Стоит отметить, что план по доходам был перевыполнен. Получено на 640 миллионов рублей больше, чем было запланировано. А это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на полтора миллиарда рублей больше. Такое наполнение бюджета дает возможность пересмотреть расходную часть и внести изменения в бюджет 2015 года. Тем самым мы спокойно можем выполнить поручение президента Владимира Владимировича Путина и оно продублировано губернатором в антикризисном плане. Мы увеличиваем социальные расходы, делаем на этом акцент. Мы смогли вернуть средства на страхование, медицинское страхование для неработающего населения приличную сумму. Мы смогли увеличить сумму на профессиональное образование. Еще один вопрос, на котором заострили внимание народные избранники, касался новой поправки в налоговый кодекс о налоге на имущество физических лиц. Планируется, что он будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости объекта. Налоговые ставки предложено устанавливать местным органам власти в зависимости от применяемого порядка определения налоговой базы. Для коммерческой и дорогостоящей жилой недвижимости ставка не должна будет превышать 2%, для прочей недвижимости – полпроцента. Попытки правительству предложить сейчас принять этот законопроект и начать вводить его с 2017 года, по моим представлениям, приведут просто к тому, что мы обложим бизнес дополнительными налогами на год раньше, чем это возможно по федеральному законодательству. Что в условиях, в общем-то, кризиса в экономике, с моей точки зрения, не есть правильный. Законопроект о налоге на имущество физических лиц не был принят депутатами в первом чтении. Также сегодня народные избранники подвергли критике доклад министра строительства и ЖКХ Виктора Федоровского о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства и общественной инфраструктуры на 2015 и плановый период 2016-2017 годов. Конкретно парламентариев не устроили ответы министра по наиболее острым вопросам. К примеру, все еще не определена площадка под строительство зоопарка. К слову, деньги на реализацию этого проекта уже выделены в размере 130 миллионов рублей. Как итог, депутаты не поддержали предложения правительства и отклонили изменения в перечне капитального строительства на ближайшую трехлетку. Около трех тысяч пермяков в ближайшее время отправятся служить в армию. Традиционный инструкторско-методический сбор, посвященный осенней призывной кампании, прошел в краевой столице. Нынешняя призывная комиссия проходит вовсе не под олимпийским девизом. То есть, если раньше была главная не победа, главное участие, то современный тренд призыва – здоровой армии, здоровые солдаты. Произошло сокращение числа призывников на одну тысячу человек. Мы, как правило, в 1 октября это открываем. Я вчера получил норму задания. Нас она устраивает. Впервые, наверное, за последние лет 5-6 мы получили тот цифровой показатель, который просили по качественной характеристике. Он приближен к трем тысячам, около трех тысяч. Снижение призывной планки связано с увеличением количества контрактников российской армии. Поэтому задача для военкомов изменилась. В армию решено направлять тех, кто качественно соответствует новым параметрам отбора. Это в первую очередь технически, физически и морально подготовленные молодые люди. Отметим, что в Прикамье действует 95 военно-патриотических объединений, в которых занимается более 4,5 тысяч подростков. В ряде районов созданы казачьи классы на базе образовательных учреждений. По инициативе педагогов и родителей в крае функционирует 46 кадетских классов, где обучается почти 2 тысячи детей. Важно, что призывная кампания проходит строго в рамках правового поля. Сейчас такая гибкая система, демократичная, что мы даже входим в интересы призывников, там и по поводу представления отсрочки и так далее. Но понятно, что все в правовом поле. Но, тем не менее, я считаю, особых проблем у нас в этом направлении нет. Но задача удержать этот процесс на таком, на достаточно достанном уровне, чтобы и призывники были удовлетворены всем тем, что происходит вокруг этого, чтобы, понятно, и родственники были так же довольны, что называется, этим процессом. Этому способствуют и прошедшие инструкторско-методические сборы. На них военкомы получают инструктаж по информированию населения. Присутствуют работники прокуратуры, представители правозащитных организаций. Кроме того, в работе сборов принял участие и губернатор края. Результатом стала выработка общих направлений всех инстанций от усиления контроля за уклонистами до расширения способов альтернативной службы. Осенняя призывная кампания в Прикамье стартует 1 октября и продлится до конца года. Андрей Вылежнев, Станислав Шубин, Владислав Рашидов, Пермь НРБК. Жители Пермского края по количеству имеющихся авто оказались среди середняков субъектов Российской Федерации. Примерно столько же машин имеется в Омской области и Алтайском крае. По данным автостата, на 1 июля в Прикамье на учете состояло 592 857 автомобилей. Таким образом, Пермский край занял 24 место по количеству автотранспортных средств среди регионов страны. Всего же в России, по данным агентства, зарегистрировано более 41 миллиона машин. На первом и втором месте ожидаемо находится Москва и Московская область. В регионы, где насчитывается миллион машин, также попали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская, Тюменская и Свердловская области. А также Татарстан, Башкортостан и Приморский край. Кроме того, эксперты отмечают, что на 25 регионов с небольшим количеством транспорта приходится более 67% от общего числа автомобилей в стране. При этом, рост автопарка более чем на 4% за последний год наблюдается в Пермском крае, Республике Татарстан и Челябинской области. В Государственную Думу на днях поступило сразу несколько проектов изменения налогового законодательства. При этом инициативы достаточно революционные и коснутся как рядовых граждан, так и территориальных органов власти. Будет рассмотрен законопроект о перераспределении доходов от НДФЛ. В пояснительной записке отмечается, что региональные бюджеты изначально получали 70%, а местные всего 30% от НДФЛ. Сейчас нормативы распределения изменились настолько, что до муниципальных бюджетов доходит лишь от 2 до 15%. Законопроект предлагает более равномерно распределить нормативы поступлений от налога на доходы физических лиц. Для региональных бюджетов предлагается установить норматив 50 на 50. Также депутаты Государственной Думы Российской Федерации предлагают освободить от земельного налога владельцев дачных участков, площадь которых не превышает 12 соток. При этом налог не будут брать только с 8 соток. За оставшиеся 4 собственникам придется платить по полной ставке. Законодатель отмечает, что участок у дачника должен быть единственным, а также собственник земли не должен осуществлять предпринимательскую деятельность. Под эти условия попадает абсолютное большинство дачных участков в стране. Пермяки вновь могут подавать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Росреестр и его филиалы возобновили свою работу с 24 сентября. Напомним, прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также выдачу документов был приостановлен на 4 дня из-за работы по техническому перевооружению, связанной с переводом информационной системы ЕГРП по объектам недвижимости, расположенным на территории Пермского края, в единый государственный информационный ресурс. Это плановое мероприятие, предусмотренные дорожные карты, которые говорят, что мы должны улучшать наши информационные ресурсы, их централизовать. И для заявителя в целом это обернется еще одной опцией. Теперь, после завершения централизации всех территориальных баз с использованием электронных сервисов Росреестра, у пермяков появилась возможность, не выходя из дома или офиса, оформить права на объект недвижимости вне зависимости от его расположения на территории Российской Федерации. Андрей Вылежнев, Олег Мясников, Пермь Нарбыка. Специалисты исследовательского центра портала «Суперджоп», проанализировав, насколько крупнейшие города России привлекательны для трудоустройства и заработка, подготовили соответствующий рейтинг. Пермь отнесли к городам со средним потенциалом. Оценка проводилась на основе показателей, характеризующих финансовую сторону трудоустройства и структурных характеристик рынка труда. Все города были разделены на три класса – А, Б и С. К классу А отнесли города с хорошим потенциалом для трудоустройства, а это высокий уровень зарплат, невысокий конкурс, низкая доля нетрудоустроенных и желающих покинуть город. В лидерах по этим показателям оказались Москва, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Также сюда вошли Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород. Группа класса Б – самая многочисленная, включая 21 город, в том числе 8 городов-миллионников. Это мегаполисы со средним потенциалом для трудоустройства. Здесь относительно невысокий уровень оплаты труда, существенное количество соискателей, претендующих на рабочее место, высокая доля нетрудоустроенных или желающих покинуть город. Пермь, получив средние значения, по всем показателям занимает 15 место и находится в верхней части сегмента Б. В середине расположились Челябинск, Воронеж, Новосибирск, Красноярск и Уфа. С-класс – это города с низким потенциалом для трудоустройства. Низкий уровень зарплатных предложений, существенный дисбаланс в структуре рынка труда, большая доля желающих уехать или нетрудоустроенных. В нее вошли 11 городов. Аутсайдерами рейтинга стали Краснодар, Оренбург и Тольятти. Здесь высокий уровень конкуренции и невысокие зарплаты. Мнение жителей пермских новостроек относительно стоимости своей квартиры выяснило агентство «Свои». Большинство из запрошенных уверены, что их не обманули, и они заплатили за жилье реальную цену. Опрос прошел в рамках исследования «Рейтинг надежности застройщиков 2015». Как выяснилось, большинство респондентов считают, что приобрели свои квартиры по адекватной стоимости. Так ответили 66,5%. Мнение о том, что стоимость квадратного метра в купленной ими квартире оказалась завышена, выражают 17% опрошенных, а хвалят своего застройщика за выгодную цену лишь каждый десятый. Остальные опрошенные либо затруднились с ответом, либо сказали, что приобрели квартиру не у застройщика. В ходе исследования выяснилось, что средняя цена квадратного метра на квартиры, возведенные в новых домах по состоянию на 1 сентября 2015 года, составляет 54 925 рублей. И это была вся информация на сегодня. С вами был Максим Самаров. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова